Достигнув вершины, переходи к покорению новой. Так считает победительница городского этапа конкурса учений года Ксения Хрусталёва. Ученица 11 лицея, активист российского движения школьников, президент школы и волонтёр. Участие в общественной жизни города для неё дело необходимое. Поэтому и участие в конкурсе было дело времени. Участвовать я решила, потому что у нас в принципе от школы много победителей. И как-то глядя на них, последовало их примеру, пошла по стопам победителей и вот тоже захотела поучаствовать. А вот Алина Чупикова из 44-й гимназии мечтала поучаствовать в ученике года. Девушка не только хорошо учится, но и стала финалисткой конкурса «Большая перемена». Я очень давно узнала про этот конкурс и это была моя мечта. Благодаря моим педагогам я смогла принять участие и прошла во второй тур и очень рада этому. Усилия не прошли даром. Алина успешно прошла все этапы конкурса и взяла бронзу. Девятиклассник Владимир из Плодового в тройку лучших не вошёл, но запомнился зрителям. Парень спортсмена, участвовать в ученике года ему подсказал классный руководитель. Я занимаюсь боксом на протяжении вот пяти уже лет. Также, получается, был финалистом класса соревнований класса «Б». Я имею, точнее, первый юношеский разряд по боксу. Ну и, в принципе, являюсь ещё победителем международной встречи «Россия-Беларусь». В этом году в городском этапе конкурса «Ученик года» приняли участие 24 человека 9-10 классов. Сперва ребята прошли заочный этап. Это представили свою портфолио и видеопрезентацию. Лучшие, а это 16 человек, вышли на очный финальный этап. Самый главный принцип отбора на очный этап является представление конкурсантам портфолио. Это сбор данных о самом конкурсанте. Там есть и, конечно, результаты учёбы. И, конечно, предпочтение отдаёт всем, кто учится на пятёрке или на 4,5 балла. Имеет 4,5 балла. То есть есть шанс. Потом, значит, за предыдущий год они заполняют данные о победах в различных конкурсах. В финале старшеклассники выступили с самопрезентацией, рассказали о своих успехах и заслугах. Далее выполняли задания «Инфографика», где с помощью презентации алгоритмов и графики рассказали об интересных музейных реликвиях малой Родины. Анна Тищенко, Улправда ТВ.